Добрый день! О главных событиях в городе-области прямо сейчас в программе «Новости дня». Студия Анна в Тюриной. Теперь коротко о некоторых темах к этому часу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хадж разрешен, но не всем. Из-за новых ограничений от области поедет только один паломник вместо 27. В Орск привезут кубок Гагарина. Главный трофей российского хоккея презентует наш земляк. И в начале выпуска новости о долгожданном для многих событии. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер приостановил действия масочного режима в регионе. С сегодняшнего дня индивидуальные защитные маски больше не требуются в общественных местах, торговых центрах, спортивных и культурных комплексах, на предприятиях и в транспорте. Ну а теперь к официальной повестке дня. Лучший среди экспортеров финал ежегодного регионального конкурса. Экспортер года собрал в центре «Мой бизнес» более 300 участников. Представители бизнеса и власти, консультантов и экспертов. Важным итогом работы за прошлый год станут имена предприятий-победителей, которые поставляют свою продукцию за рубеж. Форум предпринимателей-экспортеров с 2018 года поддерживает правительство области. Прошлый и нынешний год стали непростыми для всех российских экспортеров. Вместе с тем появляются новые возможности, по-новому выстраивается логистика. Оренбургская продукция от нефтегазового сектора до пищевой промышленности востребована и представлена во всех странах мира. Сегодня правительство ставит задачу сделать так, чтобы не только крупные предприятия, но средний и малый бизнес могли предлагать и поставлять свои товары за границу. Те меры поддержки, которые работают на сегодняшний день, они точно помогали нашим предпринимателям торговать по всему миру. В этом году мы закладываем большие цифры на поддержку бизнеса. Почти 1,6 миллиарда рублей, которые планово были заложены, мы добавляем 1 миллиард рублей. Но часть из этих денег идет, конечно же, на поддержку экспорта. И уже есть результаты. На днях первая партия подсолнечного масла из Оренбуржья уехала в Китай. Два вагона садовых кольев для винограда отправились в Италию. По итогам 2021 года 2,6 миллиарда долларов – это объем экспорта Оренбургской области. И из них объем ни сырьевого, ни энергетического – 1,3 миллиарда. Но из них доля субъектов малого и среднего предпринимательства, то, что курирует Министерство экономического развития, всего лишь 10%. И для нас очень важно, чтобы каждый год мы прирастали к количеству экспортеров. У нас сейчас активных экспортеров на Оренбургской области 500. Вопросы по экспорту на фоне антироссийских санкций возникают ежедневно. Важно оперативно находить решения, считают участники форума экспортеров. Основной девиз центра – с нами экспортировать легко. У нас есть множество различных услуг, которые помогают даже тем, кто не разбирается, ничего не понимает в экспортной деятельности, достойно представлять свои товары на международном рынке. Из 40 поданных на конкурс заявок комиссия назовет лучших в шести номинациях. В награду победители получат поддержку в организации выставок и встреч с потенциальными международными партнерами. Татьяна Штылер, Игорь Бероев, Новости дня. В регионе активно ведутся работы по восстановлению лесных массивов. На совещании подвели итоги весеннего лесокультурного сезона. В Оренбуржье все больше развивают питомники с посадочным материалом. Идет и восстановление посадок. Направление на работу и борьбу с вредителями. Из-за особенностей климата области большинство деревьев приходится высаживать вручную. В питомниках региона выращивается собственный посадочный материал. В прошлом году на территории области было высажено 3 миллиона деревьев на площади свыше 800 гектаров. В основном возрождают леса специализированные организации нефтяной компании. Но несмотря на то, что площадь засаживаемых территорий растет, есть негативные факторы. У нас сложно следовосстановление. Это все-таки, наверное, пожароопасный сезон. Это, к сожалению, поджоги, которые мы видим на сегодняшний день. Но мы боремся с этим вопросом, в том числе и при участии федерации. То, что я уже неоднократно говорил, выделялись средства на обновление техники существенной. Что касается непосредственно самого лесовосстановления, мы пытаемся увеличить объемы лесовосстановительных посадок. Сейчас активно решается вопрос по установке видеонаблюдения в лесных массивах. Регулярно на территории не только Оренбуржья, но и всего Приволжского федерального округа ведется борьба с вредителями и уничтожителями лесов. Как отмечают в департаменте, восстановительные работы проходят на территории всего округа. План по лесовосстановлению на 2022 год в целом по Приволжскому федеральному округу составляет 143,4 тысяч гектар. В том числе лесоразведение 383 гектара. На текущую дату, по оперативным данным, мероприятия проведены на площади более 20 тысяч гектар. Соответственно, показатель он динамичный и в центральных регионах, и в большей части в северных. В рамках проекта «Сохранение лесов» наметили основные задачи на текущий год. В первую очередь необходимо обеспечить контроль за качеством работ по лесовосстановлению и больше высаживать лесных культур. Завершилось голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 200 тысяч оренбуржцев. Жители области сделали свой выбор и решили, какие территории будут отремонтированы в следующем году. В голосовании приняли участие почти 224 тысяч оренбуржцев. Это жители 13 муниципалитетов региона. Они голосовали на Всероссийской платформе за те объекты, которые нужно благоустроить в первую очередь. Окончательные итоги голосования еще не подведены. Последние дни в лидерах по областному центру были набережные реки Урал, реконструкция за Уральной рощей и пешеходная часть улицы Советской. В Орске горожане поддержали благоустройство парка «Пищевик». Чуть меньше голосов отдано за парк «Северный». На третьем месте – Аллея Славы. В Бузулуке лидирует третий этап работ на Аллее Дружбы. За последние пять лет благодаря федеральному проекту в Оренбургской области появилось 312 новых парков, скверов и дворов. Оренбургские выпускники сегодня проверяют свои знания по точным наукам. Это один из самых сложных экзаменов – ЕГЭ по профильному курсу математики. Его сдают те, кому результат нужен для поступления в ВУЗ. Для остальных выпускников 3 июня пройдет ЕГЭ по математике базового уровня. Это второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. В Роспотребнадзоре отметили, что продолжительность ЕГЭ по профильной математике – 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий. Минимальный балл, установленный за ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. А для получения аттестата с отличием необходимо набрать по этому предмету не менее 70 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня. Сейчас ненадолго прервемся и вот о чем расскажем в нашем выпуске далее. Памятник вождю мирового пролетариата не сохранили. Теперь вопрос решается в суде. Хадж разрешен, но не всем. Из-за новых ограничений от области поедет только один паломник вместо 27. В Орск привезут кубок Гагарина. Главный трофей российского хоккея презентует наш земляк. Житель Орска вступился за судьбу памятника. В Октябрьский районный суд столицы Восточного Оренбуржья поступил иск от горожанина. Он возмущен состоянием памятника Владимиру Ленину. По мнению неравнодушного орчанина, памятник разрушается из-за бездействия местной администрации. Мужчина требует справедливого наказания виновным. Зияющая дыра, сколы по всей поверхности в памятник Ленину сейчас выглядит плачевно. Его возвели в 1948 году во дворе Орской школы номер 2. За десятки лет существования скульптура стала символом учебного заведения и неотъемлемой частью воспоминания всех выпускников. Арчанин, подавший иск об уничтожении исторического объекта, во всем винит администрацию города. Полагает данный объект памятником искусства и памятным местом для многих поколений жителей города Орска и выпускников школы, возле которого проводились пионерские сборы, школьные линейки, считает, что действие, а точнее бездействие администрации города Орска нарушает его права на свободный доступ к культурным ценностям. Также истец отмечает, что кощунство допускать подобное в год столетия пионерии. По его мнению, единственное возможное решение – обязать администрацию памятник восстановить. Стороны представят свои позиции в суде. Заседание состоится 23 июня 2022 года. Паренбургских мусульман в разгаре подготовка к хаджу, паломничеству, к святыням ислама в Мекке и Медине в Саудовской Аравии. Всего из России в конце июня туда отправятся свыше 11 тысяч человек. Правда, желающих было в разы больше. Квоты принимающей страны в этом году снижены почти вдвое. С какими препятствиями предстоит встретиться верующим, планирующим поездку, и кто из наших земляков в нее все-таки отправится в нашем следующем материале. Мы, там и другие, в основном, как бы, с России и страны СНГ. Вот два Руслана, получается, это Рамазан. Вот мы попытались, но не только мы смогли дойти до черного камня, то есть дотронуться до него. Вспоминая свою поездку в Мекку в 2014 году, оренбургский хазрат Руслана Ахмеров еле сдерживает волнение. В телефоне одна за одной фотография. В голове воспоминания, на сердце трепетная для каждого мусульманина встреча со святой землей. К этой поездке готовятся, ее ждут, ставят целью. Иногда на годы вперед. Хадж – один из пяти столпов ислама. Свершите его хотя бы раз в жизни – цель каждого правоверного. Это не просто таблицы и списки. Это разрушенные планы, вызовы, с которыми столкнулся весь мир и наша страна за последние два года, заставила целые семьи кардинально пересмотреть в том числе и планы паломничества. Сначала пандемия, затем международные санкции в отношении России. С особым волнением все ждали новостей из Саудовской Аравии в этом году. Хорошие были в том, что въезд открыт, а плохие в том, что далеко не всем. Гораничения ввели до двух миллионов паломников в Мекке в этом году. Но на наш регион, то есть именно на Россию, около 10-11 тысяч. Но ценовая политика, к сожалению, начиная от 350 до 860 тысяч рублей. И, конечно, некоторые наши желающие совершить хадж недоумений не понимают, в связи с чем связана эта политика. Цены на билеты выросли из-за изменений в транспортной логистике. Она, в свою очередь, из-за международных санкций. Проживание подорожало из-за скачков курсов валют. Как итог, в этом году вместо обычной делегации в 20-30 человек из нашей области в Мекку отправится лишь один паломник – житель Орска. Кто-то поменял планы из-за цен, кто-то из-за возраста – в этом году максимум 65 лет, а кто-то из-за опасений за здоровье. Но даже это не должно стать причиной – опустить руки тем, кто планировал, но перенес поездку. Ведь за цифрами и временными ограничениями важно не упустить главный смысл. А он вот уже сотни лет остается неизменным. А вот это место, куда ты приезжаешь, и вот это дезодель, вот это все происходит, как заземление. То есть все это уходит от тебя. И ты возвращаешься к чистым. Анна Втюрина, Семен Воробьев. Новости дня. А сейчас свежие данные нашей еженедельной рубрики от Центра управления регионом по Оренбургской области. Я передаю слово специалисту ЦУРа Екатерине Букшиной. Она расскажет, с какими вопросами обращались оренбуржцы на этой неделе. Здравствуйте. В мае сотрудниками ЦУР зафиксировано более 2,5 тысяч сообщений от жителей Оренбургской области. О решении некоторых вопросов расскажем подробнее. Благодаря взаимодействию ЦУР и администрации Новосергиевского района дорога в селе Сузаново приведена в нормативное состояние. Наши специалисты зафиксировали на портале активный гражданин сообщения о ямах на дороге в селе Сузаново, возникших после продолжительных дождей. Сигнал был зафиксирован и после обработки передан в районную администрацию. Дорогу привели в нормативное состояние. Благодаря взаимодействию ЦУР и администрации Оренбурга тротуары города приводят в порядок. По следам жалоб от жителей областного центра проведены дорожные работы по улице Юных Ленинцев. Сигнал о ямах на пешеходной части, оставленных на портале активный гражданин, был передан в городскую администрацию. Тротуар привели в нормативное состояние. Центр управления регионом информирует. Карта Оренбурга теперь работает как ключ от домофона. Прикладывайте карту к считывателю домофона, чтобы разблокировать дверь. Это доступно жителям домов, на которых установлены умные домофоны от компании Цифралсервис. Бесплатно можно привязать до пяти ключей. Активировать услугу можно через сайт универсальной карты или лично в офисе компании. Какие меры поддержки доступны россиянам сегодня? Открыты ли для путешествий новые маршруты? Чат-бот помощник объясняем.рф даст ответы на все актуальные вопросы о текущей социально-экономической ситуации в стране и поможет следить за обновлениями по всем темам. С помощью бота вы легко можете отсортировать публикации по категориям и выбрать именно то, что интересует в данный момент. Это удобный и достоверный источник информации в обычном смартфоне. Чат-бот помогает уже 100 тысяч россиянам. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. Воспользоваться чат-ботом можно во Вконтакте, Телеграме или Вайбере. Чтобы оставить обращение, напишите свой вопрос в приложении госуслуги «Решаем вместе» на портале «Активный гражданин» или в комментариях в соцсетях регионального ЦУР и правительства области. Специалисты ЦУР продолжают свою работу. До встречи через неделю. Теперь о спорте. В Ворск привезут кубок Гагарина. Главный трофей российского хоккея презентует наш земляк. Игрок столичного ЦСКА Владислав Каменев. Воспитание кортского хоккея только в этом сезоне перешел в ЦСКА из другого армейского клуба – Петербургского. В Москве Каменев явно пришелся ко двору. Он унес весомый вклад в чемпионство армейцев. А ЦСКА установил новый рекорд. Впервые в истории финала Кубка Гагарина команда, отстающая 1-3, сумела одержать три победы к ряду и завоевать трофей. Причем в последней седьмой встрече автором последнего гола в ворота «Металлурга» стал именно Владислав Каменев. Если честно, не было какой-то паники и у ребят, и у меня. Спокойно как бы решили в раздевалке поговорили, что нужно выиграть следующую игру, не смотреть, что будет дальше. И так потихоньку шли и шли, и получилось выиграть три подряд. И все. Сейчас Владислав отдыхает у родителей в Орске. И, конечно, 16 июня с удовольствием примет участие в презентации Кубка. Такое мероприятие – традиция континентальной хоккейной лиги. Каждый из игроков команды-чемпиона привозит трофей на свою малую родину. В Орске церемония пройдет уже во второй раз. Четыре года назад Кубок Гагарина привозил нападающий Акбарса Михаил Глухов. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей на нашем сайте. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы – соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджер ОРТ. Прямо сейчас они на вашем экране. 8-900-87-852-6011. Работает и круглосуточный телефон. Горячие линии. Звонок бесплатный. Ну а я же с вами прощаюсь и до встречи в эфире. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...